Конечно, я сам не могу в это поверить, но я иду на дзюдо. Всем привет, меня зовут Сергей Васильев, я являюсь тренером по дзюдо в клубе RoninFamily. Сегодня мы рассмотрим бросок Drops and Nagy, спина с колен, с классического зафата. Одно из подводящих упражнений является выведение партнера из равновесия. Выполняем захват двух рукавов, ведем партнера за собой и надергиваем его на себя, тем самым проваливаемся и он должен падать на нас. Следующий этап будет, уже будут руки тежим крестом, также захваты за рукава и уже с подворотом. Отшагивание, также обращаем внимание, что нужно провалить, провалиться и партнер должен на вас падать. Берем классический захват за рукав, кимоно натягиваем на большой палец. То есть это не должно быть, что вы просто вот так вот держите пальцами, взяли и на большой палец натянули. Второй рукой держим отвагу. Вот подготовительное упражнение, поведение партнера из равновесия, так называемого ручками. Левой рукой тянем наверх, кисть разворачиваем, смотрим как будто бы на часы. Правая рука тянет наверх и к себе, наверх и к себе к уху. Левая, вверх. Партнер руки кладет вам на плечи, ножки вставляем чуть пошире. Делайте пошаг правой ногой, готов. Левая ставится сразу на колен. Потом второй колен. Вышли. Шаг правый. Левая сразу на колен. Второй. Раз, стоп. Раз, стоп. А потом, будет следующий локоть под подмышку. И провалим. очень важно когда вы вошли в бросок здесь не застаиваться как можно быстрее приподняться можно даже прям встал то есть должно быть в таком штуке и вот просто вперед поваляемся нужно встал для тех кто уже научился хорошо делать этот бросок с места естественно нужно учиться делать передвижение так как в соревновательной схватке с места ни один бросок не делается поэтому рассмотрим разные комбинации и броски заведения существует мнение что бросок через спину джиу-джитсу опасен и что якобы джитсер может задушить бросающего насколько это правда и и что нужно сделать для того чтобы этого не случилось кость можешь задушить тренер могу попробовать ну так себе удушка у тебя третья попытка джиу-джитсу в бразийском вы можете отдать спину в этом броске если у вас не будет работать вот эта рука естественно если партнер здесь рука у него то здесь возможно петля поэтому этой рукой надо отработать потом вывести можно вниз наверх можно в принципе сразу наверх улучшилось с такого движения раз два это первое второе если если вы делаете это слишком очевидно да то он видит что я собираюсь сделать с колен он соответственно будет обшагивать мой бросок давай в эту сторону спешимся вот здесь естественно можно да поэтому очень важно можно спрятать этот бросок то есть зацепку то есть зацепку коучи и отсюда работать не с места делать а обязательно с заведением то есть с заведением если делать с места то естественно у нас шагина здесь вы уже попадете в очень приятную ситуацию какой бросок изучают первым на дзюдо бросок через спину изучают первым потому что это базовый бросок выведение партнера из равновесия на себя сгибание ног прямая спина поэтому этот бросок является базовым и его изучают первым я считаю сколько нужно раз сделать этот бросок чтобы научиться бросать чтобы научить его выполнять в реальной схватке миллион раз пожалуй хватит готов миллион раз попадать в кадре ну в принципе да за тренировку я готов научить этому броску в принципе думаю за полтора за два часа можно научиться это делать бросок на тренировке но не во время схватки естественно учитесь бросать и красиво падать